Привет, друзья! Вы на канале Technovave, и сегодня я покажу вам новый суперкар компании BUID. Родь тараканов-киборгов для поисково-спасательных операций. Прыгающий мини-дрон. Увидите робота-паука, который будет исследовать Марс. Google, который показал свою секретную лабораторию. Ну и как же без космоса? NASA и ее космический корабль на солнечных парусах. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. В Стэнфорде сотрудники местного университета представили робота для исследования сложной местности Марса. Разработка выполнена в виде шагающего паука и призвана помочь другой технике, вроде роверов и дронов, в изучении труднодоступных мест. Ричбот умеет имитировать движения пауков-сенокосов или косеножек. Сотрудники института вдохновлялись грацией насекомых во время передвижений. Аналогичная методика будет использоваться во время экспедиции робота на Марс. Ученые использовали в конструкции паука выдвижные конечности, напоминающие ноги. Чтобы робот мог держаться в вертикальном положении, инженеры задействовали трехпальцевые захваты. Ричбот исследует местность с помощью процессора и камеры видеонаблюдения. Система фиксирует наиболее подходящие места для размещения робота и последующего излучения поверхности Марса. В эксперименте Ричбот мог ходить по стенам и даже прошел через потолок. Китайская компания B.O.ID в рамках своего премиального бренда под названием Фан Чиньбао показала концептуальный суперкар рассчитанный на двух человек. Супер 9 двухместный автомобиль без крыши и традиционного лобового стекла. Дверями и ножницами в силе ламборгини и рулем как у болида Формулы 1. Небольшое стекло перед водителем и пассажиром должно на скорости направлять поток воздуха выше головы. Часси и сиденья изготовлены из углеродного волокна, что позволило снизить вес машины. Интересным нововведением стало решение разделить водителя и пассажира перегородкой. О технических характеристиках суперкара пока ничего не сообщается. Известно лишь, что коммерческая версия автомобиля будет называться БАО-9. Инженеры городского университета Гонконга создали устройство под названием Хопкоптер. Гаджет представляет собой небольшой квадрокоптер с ножкой на резиновом наконечнике, способный совершать прыгательные движения. Хопкоптер способен летать как обычный мультираторный дрон, но также может использовать пружины для отталкивания об землю и набор высоты. Преимущество технологии в ее автономности. Прыгающий дрон способен пролежаться в воздухе больше часа, тогда как его летающие аналоги с примерно такими же размерами могут достигать времени полета не более нескольких минут. Прыгающий дрон способен контролировать направление отскока и он может отталкиваться от стен. Хопкоптер продемонстрировал среднюю скорость прыжка в 2,380 метра в секунду при средней высоте в 163 сантиметра. На одном заряде аккумулятора он смог проработать 50 минут, тогда как в режиме обычного полета его заряда хватило всего на 6 минут. Наса готовится к запуску космического корабля на солнечном парусе. Проект получил название Advanced Composite Solar Style System. И если все пойдет по плану, космическое судно отправится на орбиту уже до конца текучего месяца. Солнечные паруса действуют по такому же принципу, как и наземные. В качестве основы для их изготовления используются легкие полимерные композиты. Корабли на солнечных парусах приводятся в движение солнечными ветрами, исходящими от Солнца. Космические корабли на солнечных парусах не нуждаются в топливе и могут ускоряться бесконечно. Главная их проблема – сконструировать практичный и легкий космический корабль без громоздких материалов. Для решения этой задачи инженеры использовали полимеры и углеродный композит. Корабль Rocket Lab Electron с солнечным парусом планируется запустить со стартового комплекса в Махии. Космический корабль выйдет на солнечную синхронную орбиту на высоте 1000 километров и развернет парус площадью 80 квадратных метров. Максимальная длина одной стрелы при этом достигнет 7 метров. После развертывания парус будет корректировать направление корабля, меняя угол относительно солнечного ветра. Сотрудники Наньянского технологического университета в Сингапуре представили роль тараканов-киборгов, управляемых на дистанции и способных уверенно идти к цели на песчаном беспитательном полигоне. Исследователи оснастили мадагаскарских тараканов рюкзаками, позволяющими удаленно управлять насекомыми через компьютер. Рюкзаки передавали команды через электроды на каждой стороне сенсорных органов тараканов, сообщая им, в каком направлении нужно двигаться. Авторам эксперимента удалось проконтролировать поведение стаи из 20 тараканов-киборгов, заставляя их двигаться в одном направлении. В рамках тестового похода программное обеспечение назначило нескольких тараканов лидерами. За ними следовали и остальные представители стаи. И хотя тараканов просто направляли вправо или влево, они все равно уверенно находили привычные способы обхода препятствий. Автор эксперимента утверждает, что такой рой может найти применение в рамках поисково-спасательных операций после стихийных бедствий, а также для измерения показателей окружающей среды. Авторы идеи хотят пойти еще дальше и задействовать для будущих операций крабов-киборгов. Смартфоны компании Google в первую очередь славятся своими камерами. Как оказалось, у компании есть секретная лаборатория, где и происходит тестирование и настройка камер. Журналистам удалось посетить ее и видеть лично, как создаются камеры смартфонов. Правда, это вовсе не лаборатория, какой ее многие себе представляют, а скорее набор павильонов, имитирующий реальный мир. Google построила разные помещения, повторяющие условия, в которых люди обычно используют свои смартфоны, чтобы снять фото или видео. Особенно упор делается на обстановку с недостаточным освещением, хотя при необходимости его можно регулировать. Все это делается для того, чтобы понять, как камера смартфона ведет себя в тех или иных условиях, и какие нужно внести изменения в алгоритмы. При этом тестирование проходит и вне закрытых помещений, и продолжается на улице, на территории кампуса компании. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть телеграм-канал, в котором еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.